Привет, друзья! В этом выпуске мы расскажем вам о продуктах, способных повысить мужскую потенцию. Мужское здоровье – залог уверенности в себе и успешности. Существует много факторов, влияющих на здоровье мужчины, но питание – один из важнейших. Организм мужчины нуждается в разнообразном и сбалансированном питании, включающем такие элементы, как омега-3 жирные кислоты, калий, цинк, магний, витамины группы В и Е, ликопин, фалаты, антиоксиданты. Если будет обеспечено необходимое количество этих веществ, можно предотвратить наиболее часто встречающиеся заболевания – аденома и рак простаты, слабая эректильная функция и другие болезни мочеполовой сферы. Морепродукты и рыба жирных пород обязательно должны присутствовать в рационе мужчины, как минимум два раза в неделю. Это скумбрия, тунец, семга, форель, лосось, сельдь, сардина, анчоус. Они богаты омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, калием, магнием, селеном и белком, что влияет на повышение потенции, уменьшают воспаление, улучшают качество спермы, положительно влияют на здоровье суставов, сердца и сосудов. Омега-3 необходима для поддержания нормального гормонального фона в целом. Устрицы – один из сильнейших натуральных афродизиаков. Если употреблять устрицы регулярно и есть возможность далеко не у каждого, то из рыбных продуктов наверняка можно составить полезное меню. Орехи, особенно употребляемые вместе с медом, способны не только повысить потенцию, но и, являясь источником аминокислот, предотвратить риск развития рака предстательной железы. Можно употреблять орехи в качестве полезного и сытного перекуса, а можно добавлять в блюда и коктейли. Говядина предпочтительно нежирная, как источник белка и железа, важна для мужского здоровья. За счет белка поддерживается и растет мышечная масса, а железо поддерживает необходимый уровень насыщения клеток кислородом, что играет роль в нормальном кровоснабжении органов малого таза. Вообще любое мясо будет важным компонентом мужского рациона. Супы, горячие блюда, холодные закуски. Каждый день мясо можно употреблять в разном виде. Употребление в пищу граната будет являться профилактикой рака простаты, а также гранат стимулирует потенцию, помогая даже в самых тяжелых случаях, поскольку поднимает уровень оксида азота в организме. В лечебных целях необходимо употреблять в день один или два плода граната. Можно употреблять зерна граната отдельно, а можно в составе салатов и горячих блюд, а также соусов. Зелень. Укроп и листовой салат снижают риск возникновения рака и аденомы простаты, повышают потенцию и обеспечивают мужской организм необходимыми микроэлементами. Петрушка, базилик и сельдерей являются источником растительного аналога мужского полового гормона андростерона, производного тестостерона, который отвечает за фертильность и сперматогенез. Отдельно стоит выделить томаты, как источник ликопина. Этот антиоксидант снижает риск развития онкологических заболеваний поджелудочной и предстательной железы, а также влияет на сперматогенез не только количественно, но и качественно. Брокколи восполнит в организме запасы витаминов, калия и сульфорафана. Последний играет большую роль в профилактике онкологических заболеваний толстой кишки, предстательной железы и мочевого пузыря. Молочные продукты в качестве источника белка также очень ценны для мужского организма, так как молоко по своему составу содержит абсолютно все важнейшие элементы, необходимые для мужского организма, перечисленные в самом начале. Большинство врачей-урологов рекомендуют употреблять молоко своим пациентам для сохранения полноценной работы репродуктивной системы. Семена тыквы содержат большое количество витамина Е, способного замедлять процессы старения на клеточном уровне, укреплять стенки сосудов, что также важно для мужского здоровья. Кроме того, употребляя в пищу тыквенные семечки, вы снижаете риск возникновения аденомы простаты, распространенного мужского заболевания, особенно после 35-40 лет. Цинк, содержащийся в них, участвует в выработке тестостерона, мужского гормона. Овсяная крупа, как источник клетчатки, витаминов, микроэлементов и важных аминокислот, приводит в норму уровень холестерина и сахара в крови, укрепляет сердечно-сосудистую систему в целом и иммунитет. Лук и чеснок, оказывается, являются мощными афродизиаками, усиливающими сексуальное желание. Яйца, куриные и перепелиные – важный компонент мужского меню. Они богаты белком и аминокислотами. Желток также важно употреблять в пищу, поскольку он содержит жиры, участвующие в выработке мужских половых гормонов. Вот важнейшие составляющие мужского рациона, которые помогают не только бороться с проблемами в мужской половой сфере, но и предотвратить их. Обращаемся к женщинам, которые смотрят это видео. Проведите чек-лист вашего домашнего меню и срочно заполните пробелы упущенными продуктами. А мужчины могут просто попросить супругу порадовать их новым блюдом на основе продуктов из списка. Предлагаем вам супер-мужской салат на основе ряда продуктов из нашего списка. Перемешать мелко нарезанную зелень петрушки, укропа, сельдерея, базилика, листового салата с тыквенными семенами и рубленными грецкими орехами. Добавить консервированное мясо тунца. Томаты черри и отварные перепелиные яйца нарезать на половинки и добавить к салату. Заправить сметаной. Есть и среди фруктов помощники поддержания и усиления мужской потенции. Например, клубника – один из самых сильных афродизиаков. Виноград, персики, инжир, бананы и авокадо тоже способны повысить мужское либидо и стимулировать деятельность половой системы. Если вам было интересно и в этом видео вы узнали что-то новое и познавательное для себя, то ставьте лайк и делитесь им с друзьями и родными. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...